В декабре прошлого года депутат Гаек Вартанян покинул ряды блока коммунистов и социалистов, присоединившись к партии Движения национальной альтернативы. Примара муниципия Кишинёв Иона Чебана. Немного позже, в середине марта, о своём решении стать независимым депутатом заявил Александр Несеровский. Он присоединился к Движению для народа. Следом за ним из фракции и партии социалистов вышла Ирина Лазован. На уход своих коллег в партии социалистов отреагировали остро. Во время последнего заседания парламента на местах Ирины Лазован и Александра Несеровского повесили плакаты с призывом сдать мандаты депутатов. Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча призвал депутатский корпус подписать конституционную инициативу о запрете политического туризма. По претентуре, после подписания этого проекта, 34 депутатами его передадут в Конституционный суд. Есть около 20 подписей. Просим коллег из всех фракций подписать этот проект и в конце концов поставить точку в долгой истории политического туризма и предательства. Эта порочная практика бьет по авторитету парламента, по демократии и дискредитирует голосование граждан. Те депутаты, которые намерены строить свои политические проекты, должны сдать свои мандаты и начинать строительство своей политической карьеры с нуля. Без внимания не остался и Гай Квартаньян. Спустя несколько месяцев бывшие его коллеги по партии напомнили о предательстве, обсыпав монетами. На действия социалистов депутат никак не отреагировал. Ответ поступил позже. На своей странице в Facebook Квартаньян назвал произошедшее кризисом идей. Я понимаю тот кризис, через который проходят бывшие коллеги в первую очередь кризис идей. И понимаю тяжелейшую ситуацию внутри партии, о которой я говорил, внутри фракции открыта еще до моего ухода и которую, если так настоятельно коллеги хотят, в будущем обнародую. Бывшие депутаты-социалисты Александр Нестеровский и Ирина Лазова на пресс-конференции 31 марта объявили о намерении создать новую политическую партию левого толка. Мария Статова, Артем Топал, Новости ГРТ.